МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Янтарная, неспокойная, откуда и зачем на самое богатое месторождение солнечного камня заехала спецтехника. Трибунал в помощь, генпрокуратура просит Гаагский суд вместе думать, как привлечь к ответственности беглого Януковича. Апелляцию отклонить, как адвокаты Романа Сущенко будут дальше защищать украинского журналиста. На экстренное заседание собралось сегодня антикоррупционное агентство. Главный вопрос, как решить проблемы с электронным декларированием. Последнюю неделю система буквально трещит по швам. Дедлайн для чиновников 31 октября и они массово бросились отчитываться о нажитом. Из многочисленных запросов сайт постоянно лежит. Госслужащие всех рангов жалуются на сбои, но с горем пополам заполняют анкеты. А в них много интересного. Вот, к примеру, Марь Харькова написал, что за прошлый год получил 11 миллионов гривен дивидендов от компании, которая зарабатывает на благоустройстве города. Кроме того, он владелец рынков, терминалов и ресторанов. Нардеп Владимир Литвин, среди прочего, насчитал у себя 4,5 тысячи книг, 32 иконы и 3 пары запонок. Но стоимость всего не указал. Другой депутат Игорь Котвицкий подтвердил, что на одежду и аксессуары потратил более полумиллиона гривен. А Ольга Богомолец о сотнях написанных песен, но боится забыть хоть об одном патенте, иначе понесет ответственность. В НАБУ пока не торопятся с выводами об чиновниках-богачах, но уже пообещали заняться членами самого антикоррупционного агентства. Почему? Ярослав Кречко расскажет. В зал заседаний антикоррупционного агентства до ума еще не довели, но уже экстренно советуются, как привести в порядок систему электронного декларирования. Предметом нашего обговорения в нижнем случае нет вопроса о перенесении сроков подачи декларации. За 4 дня до истечения отведенного срока проблемы, признают в НАПК, есть и все потому, что отчитываться об имуществе высокопоставленные чиновники ринулись в последний момент, хотя для этого у них было 2 месяца. Если у нас раньше, в протяжении дня могло зарегистрироваться 300-400 пользователей, то начиная с 24 числа, с понедельника, их уже было ориентировано 8,5 тысяч. У заместителя главы антикоррупционного агентства в руках целая папка жалоб на технические трудности указывают суды, прокуроры и депутаты. Вместо бумажной работы депутатам советуют все силы отдать работе с электронными документами. Мол, реестр худо-бедно, но все же работает. Факт, что декларации подаются, сайт обновляется, мы вживаем определенных заходов, говорит про то, что все же тот, кто хочет подать декларацию, он подает. Пока в реестре нет сведений, например, даже о половине народных депутатов. На прямой вопрос, гарантирует ли госспецсвязь работу системы в полном объеме, ответ неоднозначный. Служба и предприятие сделали все возможное, а может быть и не возможное, для того, чтобы эта система работала надеянно. Сложности с внедрением электронного декларирования в НАПК просят понять и надеются, в госбюджете на работу агентства найдут необходимую сумму. Чтобы мы не как эти маленькие дети и котенята выкручивались из ситуации в межах обмеженных ресурсов. При этом регулярные надбавки и премии к своей зарплате в агентстве не считают чем-то зазорным. Так, в июле и сентябре все четыре члена НАПК получили по 250% премии. Это плюс к окладу и надбавкам. За полгода главе НАПК, например, насчитали свыше 700 тысяч гривен. Проверить премии членов антикоррупционного агентства НАПУ директор Артем Сытник заявил, коллегами по борьбе с коррупцией уже занимаются. Ярослав Кричко, Алексей Шматов, подробности, телеканал Интер. Если воровать, так миллионами. Вчера детективы НАПУ задержали бывшего руководителя госпредприятия Укрзалезныцпостач. Сейчас это филиал Укрзалезныцы. А уже сегодня подали ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения. Бывшего чиновника подозревают в присвоении и растрате имущества в особо крупных размерах. Мол, тот торговал, организовал закупку материалов по завышенным ценам, предварительно сговорившись об этом с поставщиком. В госказне такой заговор обошелся более чем в 20 миллионов гривен. Именно имя задержанного в НАПУ пока не разглашают в интересах следствия. А вот в СМИ имя задержанного назвали. Это может быть Александр Лозинский. Напомню, его назначили руководителем госпредприятия Укрзалезныцпостач в 2014. Через год уволили с должности за нарушение при проведении закупок. Журналисты также предполагают, что Лозинский человек из окружения нардепа Андрея Иванчука. Одного из так называемых крестных отцов партии Народный фронт. Напомню, расследование по данному делу детективы НАПУ начали еще в январе этого года. Подозрения сообщили уже шестерым фигурантам. И всем уже избрали меру пресечения. От содержания под стражей до домашнего ареста. Тыква для министра. Ее приготовили активисты Кропивницкого для главы Минюста Павла Петренко. Организовали митинг возле областного управления юстиции. Подготовили плакаты. Правда, министр не приехал. В лучших традициях прислал вместо себя зама Геюгитсадзе. Участники акции требовали объяснить увольнение предыдущего главы облуправления, победившего в открытом конкурсе, непонятно активистам и назначение первым замом главы областного управления юстиции Артема Мамченко, который в городе прославился незаконной застройкой. Правозащитники усмотрели в этих кадровых решениях признаки коррупции. Если есть конкретное обращение на имя министра, чтобы наш кадровый департамент сел и это провели внутреннюю проверку нашу, мы проведем. Если там есть уголовное преступление, наша правоохранительная система будет или полиция, или прокуратура работать. Мы будем всячески поддерживать. Даже у народного депутата было свернение, но вытримали еще отписки. Не дня без скандалов с полицейскими. Начальника патрульных Ивана Франковска Дмитрия Михальца подозревают в избиении инвалида АТО. Об этом сообщили в областной прокуратуре. В сентябре ветеран АТО, инвалид второй группы Иван Чатковский, обратился с заявлением в прокуратуру. Как рассказал, сначала его незаконно оштрафовали за неправильную парковку, а затем начальник патрульной полиции, к которому он пришел с жалобой, силой вытолкал его из кабинета. А вот Михалец от всего отклещивается, дескать, даже не прикасался к посетителю. Но вот у следователей прокуратуры иное мнение. Застосование физической силы и сочинение легких телесных ускорбов у нас подтверждается выяснением судово-медичного эксперта. До суду уже скеровано клопотание про обранье подозреваемого за побежного захода, а также отстранение его от займаної посады. Скупил меня за руки и начал выкидать тряпку, понимаете, скоро из кабинета. Я начал выриваться от него. Он увидел, что он не может выкинуть и кинул на подлогу, бля своих кресел, под стену. Участников стрельбы в Мукачеве, их четверо, оставили под стражей еще на два месяца. Решение вынес Мукачевский городской районный суд. Напомню, перестрелка с использованием автоматов и гранатометов произошла в июле прошлого года. Погибли три человека, 14 были ранены. Обвиняемые бойцы правового сектора. Статьи терроризм, бандитизм, пытки и похищение людей на территории нескольких областей. Если вну докажут, им грозит пожизненное заключение. Еще пятеро членов организованной преступной группы находятся в розыске. Следующее заседание суда назначено на 10 ноября. Переполох в Янтарном крае. Жители Клесова и ближайших сел всполошились на самое лакомое в Ривенской области месторождение камня. Заехала техника. Бандиты подумали местные. Кто же? Подумали мы и решили проверить. Это Алексеевка-2. Самое известное месторождение янтаря в Ривенской области, называемое Гальбином. На фоне лунного пейзажа трое местных. Женщина копает, молодежь собирает камни. Еще весной это место выглядело так. С апреля в области начал действовать оперативный штаб правоохранителей. Главная задача бороться с копателями-нелегалами. С тех пор здесь относительно тихо. Местные говорят, на работу выходят в основном партизаны по несколько человек с одной-двумя мотопомпами. И то редко. Появление спецтехники вызвало ажиотаж. Версии звучали разные. От продажи так называемых билетов, которые позволяют добывать янтарь, до прикрытия промышленных масштабов добычи, рекультивации. Официальных сообщений никаких ни от местных властей, ни от полиции. Едим на место. Мужчины в камуфляже заканчивают обед. Есть старшие, короче, все расскажут подробно, все как должно быть. Это служебники охраны. С служебниками охраны в Украине. Дальше несколько вагончиков и около десятка людей. Говорят, все законно и просят подождать директора. А пока он добирается, рассказывают, как их встретили местные, которые считают, что вправе распоряжаться залежами янтаря по своему усмотрению. Ну, с одной стороны, правильно, то их не корисные копали, где они родились, там, то все. Но с другой стороны, тут лицензия, все. Бандиты приезжают, ну, там, нахлобучили детей, там, ну, кто тут занимается. Через некоторое время появляется внедорожник, из машины выходит мужчина. Это гендиректор госпредприятия «Украинские полиметалы», дочерней компанией, которая является «Укрбурштин». Константин Лесничий объясняет, техника и люди находятся здесь законно. Будут проводить геологоразведку, на которую имеет спецразрешение. Константин Лесничий уверяет, как раньше не будет. Теперь «Укрбурштин» станет приносить доходы государству, а не заниматься нелегальными делами. Напомню, прошлым летом у директора этой компании Олега Ярошика изъяли более двух с половиной тонн янтаря, лично в микроавтобусе. Сначала тот утверждал, что это камень «Укрбурштина», добытый во время геологоразведки. Потом нашелся якобы хозяин камня, который признался в суде, что купил его нелегально и заплатил за это 17 тысяч гривен штрафа. Ярошик же отделался легким испугом. Все, что отныне будет добывать «Укрбурштин», будет продавать за границу. Есть у нас замовлено уже на определенную количество бурштинов, например, от Латвии, Литвии, Польши, Китая. Руководить работой карьера будет вот этот мужчина. Если так пойдет, то так первый бурштин пойдет до Пасхи. Так или иначе, «Укрбурштин» – одно из трех предприятий в Украине, имеющее право легально добывать янтарь. Нам показали только спецразрешение на геологоразведку. Ознакомиться же с остальными документами, позволяющими, например, непосредственно добычу, можно, но только через официальный запрос к компанию. Сколько янтаряда будут и насколько прозрачной будет госдобыча, узнать пока нереально. Из-за высокого уровня коррупции в Украине Бельгия и Франция сомневаются в целесообразности введения безвизового режима с Украиной. Об этом в Твиттере сообщил корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк. По его словам, дипломаты считают, движения к безвизу не будет до разработки предохранительного механизма. На прицеле мирные жители. Из-за обстрела боевиков сегодня пограничники закрыли контрольно-пропускной пункт Майорск. А Попасная снова стала передовой. Сюжет Ирина Баглай. Вот снаряд упал прямо над головой, а тут я спал. Вот это все болезнь у меня. А таких, говорят, родился в рубашке. Трудно поверить, от попадания снаряда боевиков комната превратилась в руины, а у Андрея только царапины. Был ремонт, все новое. Мне пыль пооседала, вот уже терная стала. Ссадины вокруг уха. А контузия? Нет. На другом конце города вместо некогда добротного дома еще тлеющие развалины. К счастью, людей в помещении не было. 21 снаряд, выпущенный боевиками в сторону мирного города Попасы. Но красноречивее официальных сводок вот такие воронки, осколки и взрыватели. Еще одни доказательства нарушения каких-либо договоренностей с наемниками. Для артиллерии 152-го калибра, это рабочий отстань, соответственно, боевики выезжают за межи населенного пункта, делают пострел, а потом возвращаются назад в населенный пункт. Это и есть край Стаханова и Калинька. Последний обстрел, мне позвонил житель Пермайска, я сказал, два выстрела в САУ было с центра города. Да, практически она двигалась, и два выстрела произвели с центра города. Все удары по городу, где нет позиций украинских военных. Мэр Попасный без предварительных расчетов называет цену такого одного обстрела боевиков. По опыту я скажу, это полмиллиона. А предыдущий обстрел, это был, ну, нам он обошелся, 170 тысяч. Плюс, если учесть, что еще материалы, то это где-то порядка 350 тысяч. В этот раз своим снарядом боевики едва не разрушили насосную станцию. Целятся по ней наемники уже не первый раз. Стекла вставили, все, насосы поменяли, задвижки, все было поменено, потому что здесь все было разрушено. Все сделали, вот и крышу сделали, залили, потому что текло. Теперь опять. Все заново. За три года обстрелов жители Попасный уже сами, как строители. Как только стихло, окна затягивают пленкой, утепляются, заделывают дыры, с горечью улыбаются и надеются, что больше не придется укрываться от вражеских снарядов. Вот эта стена толстая, если осколки будет, не пробьет она, не в любом случае. То, что у нас оттуда снаряды летят, прямого попадания в наш дом, я думаю, не должно. Ну, и вот тут, и так сижу, и тут же вроде посередине, короче, квартиры. Ирина Баглай, Андрей Костюк, Руслан Терентьев из Донецкой области. Подробности, телеканал Интер. Российский президент сделал сегодня два громких заявления. Федерация поддерживает предложение Петра Порошенко о полицейской миссии ОБСЕ во время выборов на Донбассе, в отличие от других членов Нормандской четверки, и не против привлечения в этот формат Соединенных Штатов. Мосгорсуд оставил без изменения постановление Лефортовского районного суда об избрании меры пресечения украинскому журналисту Роману Сущенко. Жалобу подали его адвокаты. Романа на заседание доставили из СИЗО. Общаться с коллегами ему запретили. Защитники просили поместить Сущенко под домашний арест. В Москве у него есть родственники. Но московский суд эти доводы не услышал. Напомню, журналисты обвиняют в шпионаже, и ему грозит 20 лет тюрьмы. Поскольку решение о оставлении меры пресечения прежней вступило сегодня в законную силу, это открывает нам возможности для обращения в европейские инстанции, в Европейский суд по правам человека, и на основании нарушения Европейской конвенции о правах человека и свободе гражданина, мы это делать будем. Кроме того, адвокат журналиста не верит в оправдательный приговор для Сущенко, впрочем, как и для других украинских политзаключенных. Единственной перспективой его освобождения Марк Фегин считает обмен. Решение Мосгорсуда сегодня же прокомментировал и украинский МИД. Фарсом назвал Петр Порошенко судно от украинцами Николаем Корпяком и Станиславом Клыхом в России. И заявил о полной абсурдности выдвинутых обвинений. Сегодня глава государства побывал в Ривненской области, выступал перед студентами Острожской академии. А до этого посетил Житомир, где представил нового губернатора. Какие заявления сделал Петр Порошенко в регионах, знают наши корреспонденты. В Житомирской области новый глава администрации Петр Порошенко представил Игоря Гундыча лично. Побывал и на предприятии, которое выпускает и работает полностью за счет иностранных инвестиций. Говорил президент о децентрализации, наполнении местных бюджетов и повышении зарплат. Не может, работая человек, получать столько, сколько помощи по безработице. Кто пойдет работать, если можно не работать? Это не есть нестиграя для того, кто безработный. Это принижение человека работы. В бюджете мы на это деньги найдем. Там несколько сотен тысяч людей. Но в целом 4 миллиона. Это должна сделать экономика. И как она должна сделать? А мы же сняли с них податки на зарплату. Не кладите себе в кишень, отдайте людям на зарплату. И сразу же, доверяяя нам, в Украину пошли инвестиции. После обеда президента ждали в Острожской академии. В эти дни старейший в Восточной Европе ВУЗ отмечает 440-ю годовщину со дня основания. Президент посетил строящийся корпус академии со следовательскими лабораториями и церковь. На встрече со студентами и преподавателями Петр Порошенко говорил об успехах страны и проведенных реформах. Мы реформировали, запечаткували то, что ничего никто в мире не делал. Конституционную судовую реформу. В один день всех судей Верховного Суда и всех судей высших специализированных судей попросили. Для чего? Чтобы сформировать суд, которому бы общество доверяло. Потому что судам доверяли 2% населения. Это сами суды и члены их родин. Рассказал президент и о личном посетовал, что не всегда получается найти время для самосовершенствования. Мол, из-за плотного рабочего графика даже почитать некогда. Ректор Астрожской академии отметил, что глава государства сдержал обещание, данное перед выборами, приехать на юбилей академии и пригласил его еще раз посетить Астрог. Мы заберем 25 лет уже в отроджении Астрожской академии, что мы завершим этот гуманитарный корпус. Поделился Петр Порошенко и своими постпрезидентскими планами. После окончания работы на высоком посту он видит себя депутатом Европарламента от Украины. Встреча со студентами, среди которых, по мнению нынешнего украинского президента, обязательно должен быть будущий глава государства, закончилась традиционным селфи. Оксана Марченко, Инна Белецкая, Николай Василюк. Подробности телеканал Интер. Генпрокуратура Украины и трибунал ГААГи будут вместе решать, как привлечь к ответственности и Беглого Януковича, а также руководство России и подконтрольных им боевиков. Об этом сообщил Юрий Луценко в Фейсбуке после переговоров с представителями Международного уголовного суда. И теперь ГААГский суд будет иметь доступ к материалам производств ГПУ по всем этим делам, и в том числе по преступлениям на Майдане. Дело труба. Несмотря на отсутствие формального разрешения на строительство газопровода Северный поток-2, реализация проекта, похоже, стартует. На остров Рюген на севере Германии уже доставили первые трубы. Что это? Начало строительства или ложная тревога? Подробнее Татьяна Лагунова. Первые трубы для спорного газопровода на немецкий остров Рюген доставили первую партию стальных труб для строительства Северного потока-2. Там их обетонируют, то есть полностью подготовят к укладке, ну а пока будут хранить на специальных складах. Северный поток-2 – это по сути расширение уже действующего газопровода из России в Германию, который проходит по дну Балтийского моря. Так акционеры «Газпром» и европейские энергетические концерны назвали третью и четвертую нитки, которые запланировали построить более года назад. Протяженность – 1200 километров, совокупная мощность – 55 миллиардов кубометров газа в год. Маршрут от побережья России до немецкого Любмина. Практически параллельно газопроводу Северный поток. В планах начать строительство через год, а уже через два запустить в эксплуатацию. Впрочем, несмотря на амбициозное намерение, реализация проекта под большим вопросом. Против Брюссель там уверены строительство Северного потока-2. Противоречит интересам Европы. Мол, это сделает Евросоюз еще более зависимым от поставок российского газа и ударит по странам-транзитерам, в том числе и Украине. Буквально на днях Европарламент принял резолюцию, призывающую остановить проект. Возражают и отдельные страны – Польша, Словакия, Латвия, Литва, Эстония. Да и в Германии влиятельные политики призывают правительство отказаться от Северного потока-2, как от неправильного в энергетическом и политическом смысле. И еще одно предложение, которое обсуждают европейские политики, по данным СМИ, заморозка проекта «Северный поток-2» может стать частью санкционного пакета ЕС против России за Сирию. Но пока это не более чем идея. Татьяна Лугунова, Геннадий Аникейенко. Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». НАТО наращивает силы в Восточной Европе. 16 стран-членов альянса сформируют батальоны в Польше, Латвии, Литве и Эстонии. О всех подробностях масштабной операции знает наш британский субкор Светлана Чернецкая. На саммите НАТО в Брюсселе утрясли последние детали крупнейшей спецоперации альянса. Уже в феврале состоится переброска четырех батальонов НАТО в страны Балтии и Польшу. Подразделение в Латвии возглавит Канада. К нему присоединятся войска Албании, Италии, Польши и Словении. Батальоном в Литве будет командовать Германия. Туда пришлют военных из Бельгии, Хорватии, Франции, Люксембурга, Нидерландов и Норвегии. В Эстонии к батальону присоединится Дания и Франция, а главное будет Великобритания. Также британские войска вместе с румынскими войдут в подразделение, которое дислоцируется в Польше. Под командованием США. Еще одно отдельное американское подразделение в полной боевой готовности будет перемещаться по Восточной Европе. Все подразделения будут укомплектованы тяжелой боевой техникой. После заседания министров обороны подробностями беседы поделился глава НАТО. Йенс Столтенберг заявил, что обсуждали российскую активность недалеко от границ НАТО. Это и военные учения в Южном военном округе России, и размещение ракетных комплексов «Искандер» в Калининграде. И вот последний инцидент – вхождение двух российских кораблей в акваторию Балтийского моря. Суда вооружены крылатыми ракетами дальнего действия, способными нести ядерный заряд. Это еще один пример тенденции, которую мы наблюдаем в последнее время – наращивание военных сил России. НАТО не ищет конфронтации с Федерацией. Мы не хотим новой холодной войны, не хотим новой гонки вооружений. Все действия Альянса в целях обороны и пропорциональны действиям Москвы. Военное присутствие НАТО увеличит и в Черном море. Свои войска туда отправят Канада, Германия, Нидерланды, Польша, Турция и США. И впервые истребители ВВС Великобритании «Тайфун» разместят на авиабазе в Румынии, недалеко от Черного моря. Также на саммите опровергли слухи о создании так называемой «европейской армии» совместно с ЕС. Эту идею активно продвигает председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. Мы подчеркиваем, важно не создавать дублирующие структуры. Речь идет не о европейской армии, а о Европейской безопасности и оборонном союзе, способном проводить военно-гражданские миссии. В этом смысле в интересах НАТО, чтобы Европейский союз был сильным. Также сегодня в НАТО решили присоединиться к миграционной операции Евросоюза под названием «София». Уже через две недели силы военного блока перебросят в Средиземное море для защиты ЕС от мигрантов. Альянс будет помогать отлавливать контрабандистов, перевозящих беженцев. Светлана Чернецкая, Валентин Белич, подробности, Британское бюро телеканала «Интер». Бельгия поддержала торговое соглашение с Канадой. Правительство страны устранило последнее препятствие на пути масштабной сделки. Договорилась с регионом Волония, который выступал против. По оценкам ЕС, договор о свободной торговле с Канадой увеличит европейский ВВП на 12 миллиардов евро в год, а объемы торговли с Канадой на четверть. Напомню, сделку должны были заключить уже сегодня в рамках саммита Канада-ЕС, но прийти к единому мнению не удалось. Именно поэтому канадский премьер Джастин Трюдо отменил свою поездку в Бельгию, и встреча не состоялась. Когда теперь подбишут документ, пока неизвестно. Вы смотрите подробности и далее в нашей программе. Череда высоких встреч, о чем премьер Гройсман договаривается в Париже. Замерзна лекция, почему в Днепре студенты ушли на внеплановые каникулы. Премьер улетел в Париж. Сегодня начался двухдневный визит Владимира Гройсмана во Францию. Глава правительства уже провел несколько встреч на самом высоком уровне, а завтра возглавит украинскую делегацию на Парижском бизнес-форуме. О чем договаривается украинский премьер, София Гордеенко знает. Программа украинского премьера более чем насыщенная. Первая встреча с утра пораньше с французским коллегой Мануэлем Вальсом. Одна из важных тем административная реформа в нашей стране. И тут Франция, которая недавно, невзирая на протесты, провела масштабную реорганизацию и сократила число админединиц, может показать хороший пример. После Владимир Гройсман пообещался с министром иностранных дел Жаном Маркомейро и заехал в Сенат. Мы обговорили ряд вопросов нашей взаимодействия. Мы обговорили о зацикавленности французского бизнеса в дальнейшем расширении в Украине. Можем сказать, что мы получили по всем позициям поддержку с боку главы французского уряда. Ну и будем проводить форум, на котором бизнес и в том числе и влада будут обмениваться с теми вещами, которые дадут возможность нам быть более эффективными. Вот, кстати, бизнес-форум – это то мероприятие, которое пришлось перенести с ноября прошлого года. Тогда встречу премьер-министра Украины и представителей французского бизнеса отменили из-за терактов. Цель встречи сегодня наших властей и иностранных предпринимателей – не только не столько убедить последних инвестировать в Украину, сколько поинтересоваться, а что им мешает это делать уже сейчас. София Гордиенко, Василий Трешковский. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Перед отлетом в Париж премьер прокомментировал повышение социальных выплат. Увеличение минимальной зарплаты вдвое, по словам Гройсмана, не приведет к негативным последствиям. Дефицит бюджета не превысит 3%. А в Федерации профсоюзов повышение минимальной заработной платы считают своей победой. Это требование профсоюзы неоднократно высказывали во время массовых протестов. В августе оно было прописано отдельным пунктом в Генсоглашении, заключенным между Федерацией и Кабинетом министров. Повышение минималки станет импульсом для развития экономики, уверен представитель профсоюзов в парламенте Сергей Каплин. И позволит на 7 миллиардов гривен повысить доходы от единого социального взноса, оживить внутренний рынок и создать новые рабочие места. Останавливаться на этом профсоюзе не собираются, заверил нардеп и сообщил, в парламент уже внесены законопроекты о повышении пенсий. Мы на базе на працювания Федерации профспилок Украины разработали законопроекти, которые касаются сближения прожиткового минимума. Законопроект Вилкула и законопроект Каплина. Мы предлагаем просто на несколько сотен гривен больше зарплаты минимальной до 3500 гривен. Мы предлагаем сближить и пенсии так же. Мы должны добиться, чтобы эти ганебные, принизливые для людей, субсидии были отменены, и мы отримали суттевое снижение цены на коммуналку. В Днепре на внеплановые каникулы отправили студентов Национального университета имени Олеся Гончара. Занятия отменили до 5 ноября. Все из-за отсутствия отопления. И это не единственный в городе замерзающий вуз. Почему в учебных заведениях до сих пор холодно, выясняли наши журналисты. С наступлением холодов на парах сидеть стало просто невыносимо. Студенты жалуются. Мерзнут и руки, и ноги. В корпусе университета до сих пор не включили отопление. В курточках, в зимних дубленках, в всем, что приходится. Иногда в перчатках и шапках. В корпусах очень холодно и на парах тяжело сидеть, но из-за того, что сильно холодно. Чтобы студенты и преподаватели не заболели, вуз объявил досрочные каникулы. Но многие учащиеся в общежитии решили не оставаться. Ведь в комнатах температура не поднимается выше 9 градусов. Чай пьем, горячие тоже обогреватели. Кофты, 10 кофт, свитер. Может шапка еще под двумя одеялами. Вот так и спасаемся. Мы обратились к руководству университета за разъяснениями, когда же включат тепло и в чем причины задержки. Но давать комментарии нам отказались. Зато на сайте университета разместили официальное заявление. Мол, никаких долгов за газ нет. Во всем виновата региональная газовая компания «Днепрогаз». Она требует провести реконструкцию котельных. Вуз все запланировал, но срочно провести работу не может. В «Днепрогазе» общаться с журналистами также отказались. Говорят, присылайте запрос. Как положено, спросите четко, что вы хотите, как узнать, и вам подготовят ответ. Разобраться в ситуации с отоплением в университете пообещали в областной администрации. Первые результаты проверок показали, что проблема с подачей тепла не только из-за устаревших котельных. Компании, которые выиграли тендера на поставку тепловой энергии, они не успели получить лимиты в «Нафтогазе». Это проблема непосредственно тех компаний, которые выиграли тендер. Это компании не местные. Например, компания «Подигу», это, по-моему, черкасская компания. В администрации заверили, что переговоры с «Нафтогазом» уже провели. Обещают, что в аудиториях университета потеплеет уже с 1 ноября. Но ДНУ не единственный вуз без отопления в городе. Батарея холодная и в Приднепровской госакадемии строительства и архитектуры. Вот только на каникулы здесь студентов не отправили. В вузе не могут даже спрогнозировать, когда появится тепло. Проректор по научно-педагогической работе говорит, что вначале им нужно рассчитаться со старыми долгами. Деньги на оплату есть, но возникли проблемы из-за юридических коллизий. Мы между двух огней. С одной стороны, у нас есть казначейство, которое достаточно строго соблюдает действующее законодательство. Они позволяют какие-либо необоснованные платежи. Абсолютно правильно, на самом деле. И с другой стороны, организации типа вот этой вот АС. Пока чиновники разбираются, как и кому заплатить, студенты штудируют предметы в холодных аудиториях. Елена Минделюк, Евгений Коденцов. Подробности телеканал Интер, Днепр. В Одессе апелляционный суд сегодня снова рассматривал дело лидера местной ячейки оппозиционного блока Александра Орлова. Напомню, ранее судьи дали прокуратуре два дня, чтобы та обосновала свое ходатайство поместить политика под стражу. Но никаких новых доказательств прокурор сегодня представить не смог. На вопрос судей, почему считает, что Орлов, находясь на свободе, может скрыться от следствия, ответил, доказательств нет, есть только предположения. В итоге суди апелляционную жалобу обвинения отклонили, оппозиционера отправлять под стражу не стали. Напомню, Александра Орлова прокуратура подозревает в организации массовых беспорядков во время митинга 19 февраля 2014 года. Тогда Орлов занимал должность вице-губернатора области. Все обвинения он отрицает, а уголовное дело называет политическим давлением на оппозиционный блок. Сегодняшнее решение суда считает обоснованным. Я доволен решением суда, естественно, и считаю, что это решение суда для меня справедливое, оно действительно обоснованное с юридической точки зрения. На украинско-румынской границе в Закарпатии образовалась очередь из грузовиков длиной в 5 километров. Фуры на дороге стоят уже в два ряда. Многие дальнобойщики находятся здесь несколько дней. В чем причина такого скопления машин, разбирались наши корреспонденты. Очередь грузовиков к пункту пропуска Дякова на украинско-румынской границе растянулась на два села. Боторг и Неветленфолу. Но ближе к КПП фуры стоят уже в два ряда. Дальнобойщик Владимир приехал еще во вторник вечером и до сих пор в очереди. Продвинулся всего на пару сотен метров. Очередь практически не двигается. Водители жалуются, что условий для длительной стоянки вообще нет. Так туалет хоть бы был, хоть бы поставили, биотуалет. Нема ничего. Люди жалуются, машина же стоит, заводится. Люди сплять ночью. На других переходах вот те терминалы, где машину поставили. А тут нема ничего. Из-за грузовиков по селу не проехать, не пройти, жалуются местные жители. Теперь им приходится постоянно держать открытыми ворота, иначе фуры заблокируют выезд. А вдобавок шум больших грузов мешает спать. Украинские таможенники утверждают, очередь образовалась не по их вине. Румынские коллеги последнюю неделю начали более тщательные проверки. А это занимает гораздо больше времени. Раньше, согласно нормам пропуска, за сутки досматривали 100 фур. А сейчас успевают проверить только 30. Кроме того, количество машин увеличилось после того, как здесь отремонтировали дорогу. Особенно много турецких фур. Это связано с неритмичной работой полицейской и митной службы Румынии. В связи с проведением на территории Румынии специальной операции по борьбе с незаконным введением титановых выработок. Каждый монтажный транспортный засыпь пропускают через скан. Они скануют. Губернатор Закарпатской области Геннадий Маскаль считает, причина затора в том, что поток транзитных грузовиков вырос в 10 раз. Об этом он написал на своей официальной интернет-странице. После того, как утих скандал, связанный с избитым в Турции российским военным самолетом, турецкие водители вновь активно возят товары в Россию через Украину, Болгарию и Румынию. Ситуация на границе находится под контролем, считает Геннадий Маскаль. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область. Двое погибших, четверо пострадавших. Пьяные молодчики на БМВ устроили страшную аварию в центре Одессы. Сейчас их разыскивают, но больше знают наши корреспонденты. Авария произошла на перекрестке улиц Преображенской и Большой Орнаутской. Это центр Одессы. Неожиданно на перекресток вылетел БМВ, снес москвич, а потом выскочил на тротуар, где люди ждали маршрутку. Трое человек оказались под колесами автомобиля. Остановилась иномарка, только врезавшись в дом. Услышали сильный звук машины, писк колес, все, удар, куча полиции, людей пособиралось. Два человека лежали тут и все. Ну, один двигался, а второй не двигался вообще. Водитель и пассажир москвича погибли на месте. Пострадавших, на которых наехал БМВ, доставили в больницу. Женщина в реанимации в очень тяжелом состоянии. Женщина в очень тяжелом состоянии, она остается на аппарате искусственной вентиляции. Есть элементы сознания у нее, травма в основном скелетная. Есть один больной с ампутацией нижней конечности. Сейчас медики делают все возможное, чтобы сохранить мужчине вторую ногу. Нужно делать переливание, и жена просит о помощи. Нужна кровь четвертой группы, резус положительный. У кого есть возможность, помогите, пожалуйста, сдайте кровь для моего мужа. Его дома ждет восьмилетняя дочь, которая ничего не знает, что произошло с папой. Она очень ждет его дома. Как рассказали очевидцы, и водители на марке, и пассажир были пьяны. Сразу после аварии они выскочили из машины и бросились бежать. Несколько мужчин, собравшиеся толпы, попытались их остановить. Тогда водитель достал нож и полоснул по лицу одного из свидетелей аварии. Еще одного едва не ранил в живот. Спасла куртка, говорит Николай. Вот это его. И вот еще раз он хотел меня порнуть. Но зацепил не сильно. Нападавшим удалось скрыться. В брошенном БМВ нашли документы, пистолет, который числится, как украденный в Киеве. Медицинская справка водительская, ну и также часы. Поэтому передали это все, я буду передавать следователю. Также возьму данные человека, который это нашел. Встановлена особисть данного водителя. Это 21-летний человек, который проживает в месте Одессы. Сейчас нападавшего разыскивают, а пострадавшему, которого злоумышленник полоснул ножом по лицу, предоставят охрану. Такое распоряжение на заседании Горсовета сегодня дал мэр. Андрей Анастасов, Мария Тарасова, Зураб Теделури. Подробности телеканал Интер, Одесса. В Ираке продолжается битва за Масул. Чем ближе армия коалиции продвигается к городу, тем ожесточеннее сопротивляются террористы и творят непостижимое зверство в отношении мирных граждан. С последними новостями с Иракского фронта Сергея Услендер. Военные успехи налицо. Иракская армия постепенно продвигается к городу, преодолевая растущее сопротивление исламистов. По данным американского командования, уничтожены уже около тысячи боевиков. Это примерно пятая часть из тех, кто защищает Масул. Коалиция тоже несет потери. И в Иракской армии, и в курдских отрядах десятки убитых и сотни раненых. Тем временем, Пешмерга достигла значительного военного успеха, захватив город Башика к северу от Масула и замыкая таким образом кольцо окружения. Мы овладели районом Башика. Вот эти дома позади нас, эти фермы все заминированы. Там до сих пор остались боевики. Мы вызвали авиаподдержку коалиции, и сейчас самолеты бомбят этот район. О противоречиях в коалиции не говорил только ленивых. Новый виток связан именно с военным успехом курдов. Президент Турции Раджип Эрдоган заявил, что его армия продолжит наступать на ИГИЛ, но и не прекратит воевать с курдами. Турецкий лидер полагает, что именно его вооруженные силы должны освобождать Ракку, столицу халифата. Позвольте мне сказать следующее. Для освобождения Раки нам не нужны курды и их организации, вроде Рабочей партии Курдистана. Все они суть одной и той же. Мы предложили Соединенным Штатам совместную операцию по захвату Ракки. Гуманитарная ситуация в самом Масуле ужасная. Не хватает продовольствия, питьевой воды, практически отсутствует медицинская помощь. Беженцы, несмотря на кордоны ИГИЛ, продолжают попытки покинуть город. Террористы жестоко казнят тех, кого подозревают в попытках убежать или в сотрудничестве с правительственными силами. Накануне они таким образом расправились с 22-мя человеками, казнив их совершенно изуверским способом, подключив этих людей к проводам высокого напряжения. Сергей Услендер, подробности, телеканал Интер, Израиль. Свыше сотни детей беженцев все еще остаются в лагере джунглей в Кале. При этом накануне местной власти заявили о его полной зачистке. О том, что на руинах лагеря все еще остаются дети, рассказали волонтеры. Дети-мигранты вынуждены ночевать под открытым небом. Временное жилье уничтожили пожар и полиция. Общественники говорят, обращались за помощью к французским властям, но Париж, надеется, беженцев заберет Лондон, о чем договорились накануне. В центральной части Италии правительство объявило чрезвычайное положение. За сутки в стране зафиксировали сразу несколько мощных землетрясений. Самые сильные магнитудой 6. Эпицентр толчков на глубине 9 километров в провинции Мачерата. Несколько городов Италии сильно пострадали. Там перебои с электричеством, повреждены старинные здания. О погибших пока ничего неизвестно. Пять человек получили легкие травмы. Свыше 4 тысяч эвакуировали из пострадавших провинций. На ликвидацию последствий стихии правительство уже выделило 40 миллионов евро. Афера или ошибка? В Америке в самом разгаре досрочное голосование. И Дональд Трамп заявляет, мол, фальсификации массовые. Миллионы мертвых душ отдают свои голоса. Власти это опровергают в том, кто и как сейчас голосует, разбирался мой коллега Дмитрий Анопченко. Казалось бы, красный день календаря, день выборов только через две недели. Но на участках уже сейчас ажиотаж. В разгар дня людям по 10-15 минут приходится в очереди провести. В солнечной Флориде, в Горном Колорадо, в Арканзасе, в Техасе и даже на далекой Аляске открылись участки. Можно уже сейчас прийти и голосовать. Такие вот таблички с надписью «Vote here», мол, голосуйте здесь, теперь украшают улицы многих центральных городов, в том числе и столицы, Вашингтона. Более того, есть даже штаты, где всем, без исключения избирателям, уже прислали бюллетени домой по почте. Просят лишь поставить галочку и вернуть обратно в конверте с маркой или лично занести. В итоге заранее, по почте или лично, свыше 50 миллионов американцев сделают свой выбор. Но несколько миллионов среди них – мертвые души. Почти на каждом митинге заявляет Дональд Трамп. Люди, которые уже 10 лет как умерли, до сих пор голосуют. Нелегальные мигранты голосуют. У миллионов из тех, кто уже отдал голос, нет права на волеизъявление. Кандидат от республиканцев уверен – это демократы уже сейчас занимаются фальсификациями, чтобы обеспечить победу Хиллари. Скандал разгорелся такой, что во многих штатах, к примеру, в Пенсильвании, чиновники даже с официальными заявлениями выступили. Дескать, нет такого. Эти утверждения безосновательны. Но масло в огонь подлили бывшие члены Федеральной избирательной комиссии. Мол, как это нет? Конечно, ни пойман ни вор, но во многих штатах вообще никто не следит, кто именно регистрируется как избиратель. Да, у нас огромная проблема. Люди, не имеющие гражданства, регистрируются и голосуют. Мы столько случаев обнаружили, но никто ничего не делает, чтобы это предотвратить. Проблема эта давняя. В Соединенных Штатах принято верить людям на слово. И для того, чтобы зарегистрироваться как избиратель, зачастую достаточно просто предъявить водительские права. А выглядят они одинаково. Что у американских граждан, что у тех, у кого гражданства не было и нет. Частично это политикам было на руку, а частично просто считали, что проблема невелика. Мол, ну кто пойдет голосовать, не имея для этого достаточных прав и оснований. И только сейчас, наслушавшись обещаний Трампа выслать из страны нелегалов, те, кто живут в Америке не вполне законно, заволновались. А значит, могли пойти на участки, чтобы не допустить его победы. Но проверять это никто уже не будет поздно. Ведь предварительное голосование в разгаре. И все, что остается обоим кандидатам, и Трампу, и Хиллари, это просто до последнего бороться за каждый голос. Из Соединенных Штатов Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Новое лицо Дональда Трампа на европейских автобусах, паника в американском метро, фанатский беспредел в английском футболе. Самые интересные истории дня смотрите в нашем обзоре. Осторожно, двери не откроются сами по себе. Пассажиры бостонской подземки в панике выбивали стекла и покидали поезд. Все из-за перегоревшего мотора. На видео видно, как в вагоны повалил густой дым, а перепуганные люди чем попало разбивают окна и выбираются даже через самые узкие отверстия. Несколько человек попали в больницу с порезами и ушибами. Голосуй, не пасуй. В Европе стартовала кампания для американцев, живущих за границей. Их призывают не забывать о своем избирательном праве и отдать свой голос правильно не Дональду Трампу. Человеку с сумасшедшими глазами и такими же идеями, уверены авторы рекламы. Сорвали злость на раковинах и унитазах. Это кадры с футбольного стадиона Уолл Траффорд в английском Манчестере. Фанаты Ман-Сити громят туалеты после поражения своей команды в матче с Юнайтед. Манчестерское дерби завершилось со счетом 1-0. Несмотря на то, что Сити сейчас в лидерах чемпионата, а Юнайтед далеко позади, извечная вражда клубов не дает покоя фанатам. Страшный сон для любителей американской закусочной Бургер Кинг. К празднику Хэллоуин их ресторан переоделся в Макдоналдс. Привидения от конкурентов закрыли весь фасад кафе, так что посетители были страшно напуганы. Зато в коробках с бургерами их ждало разоблачение. Бу-у-у! Мы пошутили. Внутри привычная еда. Лучше, чем у конкурентов. Ностальгия в мире гаджетов. Американский изобретатель представил мобильный телефон с дисковым набором. Трубка железная, диск тоже. Набирать цифры можно при помощи стилуса. В памяти мобилки хранится всего один номер, на который можно отправить СМС. Зато заряд держится долго. Домик принцессы может дорого обойтись английской семье. Родители построили для дочери игровую площадку, на которую власти города вдруг потребовали чертежи и разрешения. Еще и снести пригрозили. Пластиковый домик, видите ли, на 30 сантиметров превышает допустимые нормы застройки в этом районе. Ни пальто, ни шуба. Лучшая одежда на зиму гидрокостюм. По крайней мере для пингвина из океанариума в американской Флориде. Птичка по имени Адели из-за болезни облысела. Чтобы не мерзла, ей решили сшить жилетку, в которой удобно и плавать в холодной воде, и спать, пока перышки не отрастут. Следите за развитием событий на нашем сайте. Подробности.ua. А завтра не пропустите информационный вечер с Алексеем Лихманом. А я прощаюсь с вами и до встречи на Интере. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова